Я всех приветствую! 323 выпуск это Трезвый взгляд с Юлилимом Аркентином. Сегодня расскажу, какую информацию я обработал за эти сутки. Выпустил очередной ролик на Бастионе, 339 серия. Там три факта рассмотрены. Первое это гибель водилы. Такси в Волгограде мне выяснили, что он дважды ужаленный. Они уносят не только свои жизни, но могут и представлять опасность, неожиданно умирая на дорогах для окружающих. Это первый момент. И два очень важных исследования рассмотрены. Наука тихо опубликует и складывает папочки, которые потом пылятся, и СМИ на это мало обращают внимания. Публикована информация, что очень большую взяли выборку. Посмотрели, что там с миокардитом-периокардитом после Чупакабра. И выяснили, что те, кто на процедурки не ходил, как-то особо и не заболевают. А если даже и заболевают, то нет существенных различий между ужаленными и теми, кто не ужалился. Вот так вот. Это один момент. И второй в Британии. Там провели эксперименты, посмотрели статистику. И пришли к выводу, конечно же, об эффективности Жижки, только отрицательной эффективности. Более подробно смотрите. В выпуске также несколько материалов добавлено. Телеграм моя группа. Кому не все равно, Вильгельм Буркентин. Уже 36811 на данный момент человек меня там смотрит. Подписывайтесь обязательно. Там каждый день новые материалы, переводы. Все только начинается. Потому что осенью нас ждет нечто невероятное, скорее всего. Вот смотрите. Уже вступают тревожные нотки из Пекина. Конкретно требования. Какое внедрили? В апреле комиссия по здравоохранению Пекина, она же мечтает жизни всех китайцев сохранить. Правда же? Вот она объявила, что со следующей недели, то есть это, скорее всего, 11 число, вход в библиотеки, хотите почитать? Ширнитесь. Музеи, кинотеатры, художественные галереи, спортивные фитнес-залы, развлекательные центры и любые людные места в столице должны быть уколотые. Да-да-да. Китай сопротивлялся вот этим, этой политике. А на сайте коммунистической партии в China Daily Коммунистическая партия, ну, такую газетенку держит, и там говорили, что добровольность будет этой процедурке. А теперь как-то изменилась у них резко политика. Ну, Китай это не самостоятельный субъект мировой политики и экономики. Значит, у них команда пошла на ужесточение. Это тревожный сигнал для всех, не только монголоидов, но и вообще всех жителей мира, я думаю. Потому что всё, что опробовано в Китае, потом внедряется и в других кусках света. Ну, кто-то меня недавно назвал в комментариях кремлёвской подстилкой, говорит, не критикуешь путинский режим. Да если этот путинский режим каждый день критиковать, с ума сойдёшь от этой информации. Что только что на местном уровне происходит, я вот порываюсь специальную передачу делать, что в Орске происходит, чтобы вам рассказывать. Да в сутках 24 часа тупо не успеваю заняться местной политикой. И вот я называл, да, вот по-кременчугски вот этот ракетный удар, который то ли в сам торговый центр попал, то ли возле, от которого он сгорелся. И я просил кременчугцев, своих подписчиков, рассказать, что там внутри Кременчука. И вот обратите внимание, я сейчас специально вам публикую это сообщение. Мне его ещё в начале июля прислали. Вот просто без эмоций. Как мне написали? Вбросы это, или слухи какие-то, или это правда, всё. Некоторые вещи вот сам подписчик это глазами видел. Вот он рассказывает. Это вот критики кремлёвского режима. События, которые я видел и знаю, пишет мой подписчик. Называет он меня Вилли, значит смотрит. Потому что обычно Вилли меня называют те, кто меня уже давно смотрит. Вот, понедельник, 27 июня, в момент первого удара, я, говорит, находился на проезжей части, в которой, дома, в которой проживаю. А это, ну, не дальше 400 метров от этого взрыва. Ну, от этого торгового центра, он там близко жил просто. Подъехали, ну и живёт тоже. Подъехали с другом к дому, и взрыв, ударная волна. Потом второй удар. И уже полная визуализация взрыва. Мощная ударная волна, полёт разбитого стекла на тротуаре, упавшая женщина. Место удара – завод. В первом ролике вы показали на Яндекс.Карте здание. Это не завод, а дом культуры Дормаш. Я находился не более чем в 300 метров от дома культуры. Для меня очевидно – взрыв на территории завода и на удаление от дома культуры. Мы заехали во двор. Через несколько минут начался пожар. От людей, которые шли во двор, я узнал, что прилёт был в ТЦ Амстер. Через полтора часа я подошёл к ТЦ и видел полное его выгорание. На парковке было много авто, скорая и пожарная. Вечером, ну, второй пункт. Вечером встретил хорошего знакомого, который работал в ТЦ в магазине Алло. Он во время тревоги вышел из ТЦ, находился в 30 метрах от него и подтвердил попадание в ТЦ, а именно в магазин Комфи. С его слов на связь не вышли 10 сотрудников и их не видели по состоянию на 20.00 того числа. Третий пункт. Вторник, 28 июня. Утром встретил знакомого, который живёт от меня через дом. С его слов он сразу подошёл к ТЦ, помогал людям выходить, приносил из аптеки воду и маски. Подтвердил он и люди, которые выходили, что попадание было в Комфи. Среда, 29 июня, около 9 вечера, я заходил на парковку торгового центра, обошёл его с левой стороны, вышел на тыльную часть торгового центра на ЖД-полотно. Пробыл там около 3 часов. На территории воронки от попадания нету. ЖД-полотно целое. Часть, где изгиб полотна не визуализировать из-за кустов высотой не более метра. Характер повреждения стен и крыши говорит о попадании и мощном взрыве. Изогнутые в полукруг фермы, а это мощные двутавры соответствующего угла и наклона вертикальной опоры. Видна среди завалов верхняя часть воронки. О попадании также говорит и официальное видео с камеры. При условии покадрового просмотра видна верхняя кромка крыши ТЦ и при вспышке виден жёлтого цвета сайдинг, которым отделены наружные стены торгового центра. Лично видел фрагменты частей тел. Характер повреждения указывает на мощный взрыв часть фрагмента, обгоревшая часть с раздробленными костями, разорванной плотью. На периметре 10-12 на 5-6 метров найдены в течение вторника и среды остатки трижды. Также были найдены фрагменты тел без обгорания, очень мелкие, которые невозможно определить какой-либо части тела. Такие вызваны ударной волной, человек просто испарился. Пятый пунктик. Четверг, 30 июня. Я намеренно обошёл на удаление 200-250 метров торговый центр, воронки нету. Ждепло одно целое, на нём находился маневровый тепловоз. Шестой пунктик. Суббота, 2 июля. Со слов моего друга хоронили соседку, женщина 47 лет, которая погибла в ТЦ. Знакомый сообщил, что хоронили его соседа. Мужчина чуть больше 40, сотрудник магазина Комфи. Каждый день получаю от знакомых инфо о подтверждении пострадавших и погибших. Официальные данные 22 человека погибли. 18 пропали без вести. И по которым написанное заявление родных ведётся экспертиза порядка 20 человек. Это остатки фрагментов частей тел, по которым установили количество погибших. Около 60 человек без учёта раненых. Данные могут отклоняться на 2-3 значения. Ну вот такая информация. Просто имейте в виду. Ну правда, неправда. Очень даже реалистично написано. Но я там воронки не видел на снимках. Но вот он говорит, что под завалами видать. Но за что купил, за то и продал. Мне прислали, я вам полностью зачитал. Только вырезал имя его. Он попросил вырезать имя, чтобы под жизнь опасность не ставить не то чтобы себя, а как бы тех, с кем он общался. Чтобы ничего там не проверяли. Это о чём говорит? Ну что в работы... Даже если бы он не чётко в торговый центр попал, а куда-то там на промышленную территорию завода удар был. И от этого загорелся ТЦ. Это преступление. Даже гражданская инфраструктура работает. Ну ударьте ночью, если вам так хочется. Ну били днём. Это преступление, в котором они сознались. Потому что было заявлено, что били по территории завода. Что мне ещё попалось, интересно. Это вот есть такой канал, эра биополитики. Я недавно... Телеграм-канал. Я иногда туда захожу, читаю их какие-то посты. И они подтверждают мои... Я уже много лет про это рассказываю. Я оценивал жертв новогодних праздников в России в 17 тысяч человек. Эти потери, ну сравнимые вот с тем, что в Украине потеряли армия РФ за несколько месяцев. Российская Федерация теряет за 10 дней вот этих новогодних возлияний. И вот что учёные из НИВО ВШЭ выяснили, высшей школы экономики, да тут, в какой праздник россияне умирают чаще всего, сопоставив данные о смертях, более чем 16,7 миллиона скончавшихся в период с 11 по 19 год с датами главных государственных праздников. В результате самым смертоносным праздником оказался Новый год, а также день рождения, да. В эти праздничные дни резко увеличивается число смертей от отравления, спиртным, убийств, самоубийств, самое главное. Кроме того, нередко эти даты люди умирают от заболеваний сердечно-сосудистых и дыхательных пищеварительных систем. О чём это? О том, что то, что вам будильник без исследований рассказывает много лет, подтверждает статистика. Они получили статистику и посмотрели по датам, и всё сошлось. Это правда. Почему? Потому что вот люди празднуют праздники, при помощи них эта система управления заглатывает это. И люди радуются почему-то, когда им только государство разрешают, а не каждый день жизнью. И это и есть тоже один из инструментов умножения на ноль. Помощнее, чем военный. Да, когда ты убеждён, что нужно праздновать эти 10 дней встречу какого-то там Нового года, ещё даже не задумываясь о том, что что это за календарь вообще. Поэтому имейте в виду. И я выбрал жизнь без праздников. Я выбрал жизнь, которая сама по себе праздник. Если вы выберете то же самое, то вам легче будет жить, а стрессов не будет и так далее. Вот подъехал я, пока делал ролик. Причём, естественно, ну РБК, как бы это оккультная организация, 9 июля ровно в 11.00, конечно же, случайным образом, они публикуют информацию, ложную информацию. Я вам объясню, почему. Сам заголовок, наверное, правильный. В России смертность от наркотиков выросла на 37%. Это в 21-м году превысило 10 тысяч человек, как они говорят. В моём же понимании, естественно, наркотики унесли не 10 тысяч человек, а сотни тысяч человек. Просто под наркотиками у нас там не понимается жрачка, которая вызывает наркотическую зависимость. Тут же Роллтон, та же Лапша, эти кетчупы с майонезами. Это страшная наркота на самом деле, чтобы она прямое наркотическое действие имеет. Но они берут нелегальную наркоту и выяснили, что 10 тысяч 43 человека умерло у них. А в другие года было, в 19-й год 4,5 тысячи, в 20-м 7 тысячи и в 21-м 10 тысяч. О чём это говорит? То, что вот это тяжёлое время приводит к тому, что подростки выходят в окно, передозировки эти. Почему? А люди не могут... Многие слабые люди, слабохарактерные, которые не цепляются за жизнь своими крепкими ногтями, они, чтобы уйти от реальности, уходят в какой-то там виртуальный, придуманный тёмными мир и уходят в ад. И жизнь наркомана — это жизнь в аду, когда вы ещё гниёте заживо, у вас из-за гипоксии мозг артрофируется и так далее. Жизненно важные все органы падают один за другим. И всё это прогрессирует. Ну, ложной информацией здесь является снижение числа смертей, связанных с употреблением алкоголя. Они их всего оценивают около 47-50 тысяч в зависимости от года и показывают регрессивную динамику. По факту для меня совершенно очевидно, что многомиллионная армия слабохарактерных людей продолжает травиться алкоголем и уходит в мир иной раньше. И это, конечно же, не 50 тысяч, а гораздо больше. Мы видели сверхуболь населения в 21-м году, в 20-м году. И эта сверхуболь, она в том числе связана с употреблением вот этих веществ. У нас вообще алкоголь не считается наркотиком, он считается таким психоактивным веществом. По факту это наркота и в ГОСТах даже было всё написано. Это тиловый спирт — это вещество, наркотиком являющееся. Но с точки зрения россиянских законов это тоже, как называется, метни какашку в сторону режима Путина. Они не делают это наркотой, чтобы ввести жёсткое регулирование, чтобы убрать всю пропаганду. Сейчас вот антигетеросексуалист Володин вышел и сказал, давайте мы запретим пропаганду нетрадиционных ценностей. Ну так может мы всё-таки запретим пропаганду потребления алкоголя в фильмах, ну и табачного яда в фильмах, в телерадиопередачах. Просто полностью запретим. А всех блогеров, кто на алкостримах сидит, тоже переблочим, чтобы не показывали, как правильно в кавычках стримы вести. Он с сачком нормально, с минералочкой, а с бухлом, который продвигается глобалистами, чтобы подровнять людей и лишить их мышления, высших форм мышления. Это очень важная была бы тема. Ещё какие темы хотел показать. Ну вот, есть такая компания супер, Язаки Волга. Вот эта Волга, она придумала, ну вот это предприятие специализирующееся на производстве комплектующих для автомобилей. И они заставляли сидеть своих работников в столовой, когда предприятие простаивало. С орудивом нары в столовой. И вот они бесцельно, тупо сидели. Ну это как такая психологическое угнетение рабочих. Это нашло возмущение среди работников. Начали жаловаться. Госинспекция по труду Нижнегородской области проверяет действия Язаки Волги на предмет нарушения трудового законодательства. Потом вроде как их отпустили домой, но вот только после возмущения. Если молча сидите, так и будете сидеть. Ну вот ещё одну тему хотел поднять, которую неправильно освещают. Открылась вот эта вкусная точка вместо Макдональдса. Ну открылась и открылась. Сюда найдётся куча, миллионы неразумных людей, кто будет ходить и тратить свои деньги на то, чтобы потом тратить вообще все свои остальные деньги, чтобы пытаться восстановить своё здоровье. И вот показан бургер с плесенью, с таким вот возмущением, что вот смотрите, ужас-ужас. Там плесень, снижение качества, хреновая сеть там, да? По факту сама жрачка Макдональдса, она вам уже там жизнь на 20-30 лет сократит. И есть в ней плесень, нету плесени. К чему она приводит? К сердечно-сосуистым болезням, к инфарктам, к консультам, к онкологии. Ну зачем вам это надо? Может быть стоит удержаться от такого рода так называемой еды, да? Ну подноженный корм просто. Это же как часть системы вас кормят вот этим бургером. Потом вы едите 10-15 лет эти бургеры, потом остальные 30-40 лет жизни оставшиеся. Покупаете кучу фармакологии, чтобы дальше ходить в эти бургерные, чтобы вас не отняли этот бургер. Это никчемная жизнь и жизнь выживания. Нам же все-таки надо развиваться как-то и понимать все-таки, что ну вот подсовывают явную туфту. Эти отрасли, они должны, ну по крайней мере, переходить на более здоровые формы питания, предлагать салатиков больше. А в этих вкусных точках, там вроде и пивное, пойло начали продавать. Если не ошибаюсь, в Макдональдсе была там, крепче колы ничего не было. Но это не точно, правда. Я вот честно никогда, уже последние, наверное, лет 14 я не был в Макдональдсах. А раньше я в них питался, так же пока молодой был, не понимал ничего. И вот это вот превращение в пивнушки по утрате здоровья. Люди тратят на это время, ресурсы. Это очень печально. И надо возмущаться не плесенью, надо возмущаться ассортименту вот этому, которое там находится. Ну все, вот все, что я хотел вам сказать сегодня, я сказал. Еще раз, мой телеграм-канал замечательный. У меня мечта есть, у будильника есть мечта, чтобы было больше 100 тысяч каналов. Для чего это нужно? Чтобы идеи будильника распространялись быстрее. Это вот сделал пост и как будто бы 10 видео сделал. Круто же? Круто. А для этого надо будильнику помочь и подписываться, и периодически смотреть. Это важно для распространения нормальных человеческих идей. Тем более у меня часть информации, которую я даю в телеге, есть только в телеге. Вам вот только туда нужно зайти, в телеграм, и ее там посмотреть. Бастион, ключевой момент, комментируйте мои новости, это мой труд оценивает. Вот, я сегодня выпустил выпуск, надо зайти, посмотреть и прокомментировать. И тогда будильник будет доволен, будет дальше крепать контент, изучать какую-то информацию. Не будет комментариев, не будет мотивации что-то интересное показывать. Это плохо. Ну все, всем хороших выходных. Счастливой удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok